Петр Ян против Кори Сенхагена. Уже завтра. Ребята, уже блин завтра. Не могу дождаться. Друзья, с вами Страйкер, и сегодня еще видео будет посвящено заключительному разбору боя. Кори и Петра. Последние мысли перед поединком. Что же нам стоит ожидать? Может ли Сенхаген обсетнуть? Разберемся. Не забывайте, пожалуйста, про лайк и комментарий из четырех слов, а также про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать ничего интересного. Окей, мы начинаем, погнали. Так, перед поединком я только и слышал, что бой должен быть за неоспоримый пояс. И безусловно, это так и есть. Петр Ян выигрывал Олджимейна Стерлинга в их поединке до запрещенного колена, а Кори провел достаточно равный бой с делашоу. Кстати, выходит так, что зарубежная комьюнити в своем большинстве считает, что Сенхаген одержал победу в том поединке, а наши наоборот, что ТиДжей забрал этот бой. И я отношусь к тем, кто считает, что Змей сделал больше для победы. Но какая теперь разница? У Песчанова новый соперник, и более того, ему предстоит бой за пояс. На моей памяти это первый поединк в истории UFC, когда два бойца, которые имеют поражение в последних боях, дерутся за пояс. Исправьте меня в комментариях, если у UFC такой опыт уже был. Но это настоящий нонсенс, как по мне. Очередное доказательство, что формальные цифры ничего не значат. Тот же Макс Холлоуэй на бумаге. В последних пяти боях 2-3. Можете ли вы его назвать плохим бойцом? Конечно же нет. Ян и Сенхаген разыграют неоспоримый пояс в эту субботу. И очевидно, что именно победитель этой встречи будет считаться легитимным чемпионом. Но с одной стороны, если чудом выиграет Кори, вряд ли вышесказанные предложения будут иметь такой же вес. Так как Стерлингу свой бой он проиграл по факту. Посмотрим, если Американец выиграет. Это будет настоящий шок. И вправду, проклятие временных поясов будет существовать. Окей, как вы помните, мы уже разбирали, каким образом Петр. Заберет победу в этой встрече. И что вообще оба бойца из себя представляют. Но давайте обновим наши первоначальные заметки. И также добавим, что может сделать Сенхаген, чтобы совершить один из самых громких апсетов в истории легчайшей весовой. Окей, я уже говорю это сотню раз. Но стили у бойцов кардинально различны. В плане того, что один больше работает на своей скорости ног, на киках и контратаках. А другой является прочим направлым танком, который рубит всех своими жесткими ударами. Когда я увидел первый бой Петра, тогда он дрался с Магомедовым. Он мне безумно напоминал чем-то Нейта Диаза. У него еще прическа и бородка были такие же, как у Стоктонса. Но все мы понимаем, что Ян в разы выше класса. Окей, это ясно. Грубо говоря, боксер против кикбоксера. Как мы уже разбирали, ничего сильно менять Петру в своем стиле не нужно, чтобы победить Сенхагена. Но что может сделать Кори для победы? Как я уже говорил в первую очередь, желательно либо вовсе убрать, либо выпускать свои безумные вертушки, колени, лишь тогда, когда максимально в этом уверен. Это не сильно эффективные удары, которые забирают много сил, а Ян вряд ли на них наткнется. Необходимо взять заметки других противников Петра, которые были более-менее удачными в бою с ним. Атака лэк-киками по экрам Яна – идеальный вариант. Отключи боксеру ноги, и он не сможет ничего сделать. Также стоит прорабатывать излюбленный боди-панч Сенда, и к этому добавлять тяжелый боди-кик в эту же область. Кори уступает выносливости, и за счет этих ударов, на примере боя Косты и Виторий мы поняли, что можно измотать даже кардиомашину. Также ни в коем случае Кори нельзя застаиваться, и нужно быть готовым к мгновенной контратаке. Возможно, именно вокруг ударов по ногам и корпусу Сенхаген может создать обманное движение и поймать Яна. Но честно, как я уже говорил это в других разборах, я не верю, что Кори сможет это сделать. Мне кажется, Петр заберет у него все пространство и воздух. Ян выходит убивать, и по его форме это видно. Подробно об этом всем вы можете посмотреть по ссылке в подсказках, но здесь уверена Ян. Многие были удивлены, когда Сенхаген заявил, что в грэпплинге он может быть лучше Яна. Но мне кажется, люди не поняли сути. Кори не говорил, что сможет бросать, переводить Петра и так далее. Просто именно при атаке с обмишинами он и вправду может быть лучше. Типа, когда мы видели, чтобы Ян атаковал именно удушающими или болевыми. Безусловно, у него замечательные броски, и он постоянно переводил Стерлинга в их бою. Но насколько долго они оставались в этом самом партере? Ян не велся на провокации и не шел вниз к Стерлингу. Россиянин будет бросать легко и просто Сенхагена в этом бою. Но в грэпплинге стоит быть осторожным. Заломать Кори не выйдет, а пропустить сабмишин от него будет максимально неприятно. К тому же Змею Сенхаген порвал связки при первой же атаке Ахилла. Не понимаю такую недооценку от всех. Но снова же Петр однозначный фаворит в борьбе. Он может швырять оппонента как тряпочную куклу. И это не должно обсуждаться. На самом деле не так уж давно мы об этом всем говорили. Оба в кардио подкованы очень хорошо. Но именно в поздних раундах, как по мне, будет лучше Петр. И выберу в выносливости его. Ментальность 50 на 50. И я уже объяснял из-за чего. Оба максимально характерные парни. Настоящие мужчины и бойцы. Их не сломать. Хотя, возможно, Петр собирается стать первым. Кто заломает Сенда? Судя по дикой форме Яна, он может подраться со Стерлингом. Следом в этот же вечер. Мы уже проговаривали, как будет проходить этот поединок. И сильно мое мнение насчет этого не изменилось. Петр будет оказывать давление. А Кори пытаться уйти от прессинга. И работать на контратаках. Встреча в моем представлении должна быть очень схожа. С поединком ТиДжея и Кори. Ну, только в моем представлении. И как вы помните, в заключительных прогнозах. Мы добавили новую фишку. Которая хотя бы как-то отличает подобный разбор от обычных. Мы выбираем сразу несколько исходов. Помимо победителя встречи. Выиграет бой, по моему мнению, Петр Ян. Далее, я думаю, что тотал раундов будет больше трех с половиной. Почему? Потому что, если смотреть на последние бои Яна. Именно в третьем раунде Петр начинает забирать инициативу в поединке. И, скорее всего, если финиш и придет, то только в поздних раундах. И самый рисковый исход. Я верю в него меньше всего. Но это то, что бой дойдет до решения судей. То есть, досрочная победа нет. Хотя оба говорят, что идут за финишем. Мне кажется, они максимально крепкие бойцы. И победителя выявят с помощью судей. Но это мое мнение. Иногда в голове появляется картинка, в которой Ян без шансов убивает Кори в поздних раундах. Но не знаю. Думаю, что все-таки выявление победителя будет в руках судей. А что вы думаете об этом всем, друзья? Как считаете, кто победит? И за кого будете болеть? Давайте обсудим все в комментариях. Ребята, не выключайте видео. У меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него. А я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение. С помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите комментарий и обязательно поделитесь всем с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост. Поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео.